Я знаю, что в этом году очень много клещей. Вообще-то очень большая проблема. Вот мы недавно ездили в гости, буквально выбежали с дороги и поймали уже клеща. То есть это вообще какое-то бедствие. Знаем, что она опасна, но как бы кусал, но ничего такого серьезного пока не было. Лично наша семья вот в этом году столкнулась полностью с этой проблемой. Раз, умерла собака, потому что ее каждый год кусали. А два, бабушка, вот живет на Наганово, в лес мы не ходили. Но нам пришлось после выходных обратиться в больницу, потому что руку укусил клещ. Большинство берестейцев, гостей нашего города, знают не понаслышке, кто такие клещи и почему стоит быть с ними особенно осторожным. В этом году рано установившаяся теплая погода и почти сухая, без сильных морозов зима создали на Брещене самые благоприятные условия для этих членинстоногих. В настоящее время в период активных работ на приусадебных участках и выездов на природу пострадавших от укусов этих животных в несколько раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом немалый процент укушенных – маленькие дети. Несмотря на то, что, казалось бы, и тепла особого не было, и люди не раздевались так, чтобы подхватить клеща на открытые участки тела, тем не менее клещи нападают и достаточно активно. Численность в природе клещей тоже несколько выше, чем в предыдущем году. И вот неделя майских дождей для нас, в общем-то, неприятной, прохладной погодой для клещей была очень благоприятна. Достаточно тепло, влажно, и период активности клещей у нас растянулся практически на май месяц. Высокая трава, залежи, прошлогодние листвы, густой кустарник – любимые места обитания клещей стоит обходить стороной. Также нужно помнить о средствах защиты, репеллентах и грамотно подбирать одежду для прогулок и работы. Именно профилактические меры в данном вопросе – главный и самый легкий способ не оказаться на приеме у врача-инфекциониста. Нужно помнить о том, что клещи укрываются от неблагоприятных для них условий в скоплениях растительных остатков, в алежнике, в опавшей листве. Нужно помнить о том, что густая высокая трава, вовремя не скошенная, создает тоже хорошие условия для обитания клещей. Поэтому нужно своевременно проводить уборку на своих подворьях, на дачных участках в городе, выкашивать траву. Если вас укусил клещ, рекомендую исследовать клеща, не выбрасывать его никуда. Потому что если клещ будет незараженным возбудителем клещевых инфекций, вирусов клещевого энцефалита и ламборелиоза, соответственно, никакие профилактические мероприятия в дальнейшем не проводятся. Но если он окажется клещ с инфекцией, обязательно вам нужно попасть на прием к врачу, терапевту, инфекционисту или педиатру, в заместимости от тех специалистов, которые есть в поликлинике. Еще одна не самая приятная составляющая, любимая для большинства людей весенней поры – это атаки мошек. Маленькие и, на первый взгляд, безобидные насекомые, способные доставить немало хлопот и проблем, особенно тем людям, которые подвержены аллергическим реакциям. В этом году проливные дожди, шедшие в момент активизации жизнедеятельности мошек, значительно снизили их популяцию. Но и оставшееся количество способно испортить не только выходные шашлычные дни, а потому на помощь должны прийти такие средства защиты, как репелленты. Укусы мошек опасны не только тем, что вызывают неприятные ощущения, аллергическую реакцию. Они могут явиться переносчиками различных инфекционных заболеваний, в том числе тулеремия, сибирская язва и другие. И от мошек надо защищаться. Такой ситуации, как была у нас даже в прошлом году, в предыдущие несколько лет, численностью мошек у нас не наблюдается. Ну и даже одна-две мошки, которые мешают вам отдыхать, тоже, безусловно, неприятные, и от них тоже нужно защищаться. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.